Особо остро стоит вопрос наличия хорошо подготовленных учителей в школах. У нас в стране еще до недавнего времени педагогов готовил единственный столичный университет. Перемены в системе образования должны способствовать внедрению инновационных технологий, что будет стимулировать экономику, а чем выше технологии, тем выше и зарплаты, говорят специалисты. Статистика говорит, что больше половины учителей в школах Литвы выбирают пассивный способ преподавания предмета, то есть уроки проходят неинтересно, как результат отставания наших школьников в науке от европейских сверстников. Без сомнения, говоря о подготовке педагогов, важную роль играет и наш педагогический университет и его перспективы. 60-70% академического персонала, более 50% студентов считают, что наиболее эффективно было бы объединиться с Вильнюсским университетом. То есть полтора года переговоры вели с Каунасом, потом получили предложение от Вильнюсского университета объединиться, согласились, а неделю назад правительство решило все-таки объединить педуниверситет с Каунасским университетом имени Витута Савеликого, но большинство академического сообщества педагогического вуза выступило против. Пока еще решения сенатов и правлений двух университетов, как Вильнюсского педагогического, так и Каунасского имени Витута Савеликого, остаются в силе. Эти решения представлены Сейму, но если академическое сообщество педуниверситета изменит свое мнение, то на это их воля. Напомним, что в Вильнюсе и в Каунасе планируют составить по одному широкопрофильному университету, плюс два технологических высших заведения в Клайпеде и в Вильнюсе, и две академии – Медицинская в Каунасе и Объединенная Академия Искусств в нашей столице. Андрей Танин, Мартина Свитцбелес, Первый Балтийский канал.